В 2011-14 годах власти России и Белоруссии пытались создать межгосударственный холдинг «Росбелавто», куда должны были войти российский КАМАЗ и белорусский МАЗ. Предполагалось, что создание такой структуры существенно укрепит связи союзных государств. Президент Путин лично ставил перед Минпромторгом задачу определить схему управления холдингом. Но проект объединения двух гигантов застопорился. Сейчас история получила неожиданное продолжение, хотя слияние двух автопроизводителей больше не обсуждается. Так, вице-премьер и министр промышленности Республики Беларусь Пётр Пархомчик со своим татарстанским коллегой Олегом Коробченко обсудили «перспективы новых совместных проектов». В рамках этих договорённостей планируется расширить поставки комплектующих от белорусских предприятий на конвейер российского автогиганта, в числе таких предприятий — группа «Белавтомаз», с которой Камский автозавод осваивает унифицированные локализованные комплектующие. Уточняется, что это будут агрегаты трансмиссии, которые найдут применение на грузовиках «КамАЗ» и «МАЗ» одновременно. И это может быть весьма интересная коллаборация, ведь «Белавтомаз» делает полную номенклатуру ведущих мостов, включая сверхтяжёлые. А вот челнинский автогигант вынужден закупать китайские «Ханьде». Впрочем, для полноприводных модификаций есть родные «КамАЗовские узлы», которые оснащены бортовыми редукторами. Ими комплектуют даже представители свежей генерации К5. При этом «КамАЗ» планирует делать не только внедорожные мосты. Подготовка производства новых ведущих осей для семейства К5 идёт полным ходом, и несколько месяцев назад «КамАЗ» получил первую партию оборудования. При таком раскладе возникает резонный вопрос — зачем тогда нужны белорусские агрегаты? Возможно, на время, пока не будут готовы свои. У белорусской стороны может быть свой интерес — у минчан до сих пор нет современного кабинного модуля. И если провести глубокий рестайлинг, то грузовики марки «МАЗ» вполне можно было бы оснащать «КамАЗовскими» кабинами поколения К5. И такая машина наверняка нашла бы покупателей. Давайте представим. В Белоруссии собирают двигатели «Вейчай» и коробки «Фастгир», которые весьма любимы перевозчиками. С белорусскими мостами, китайскими агрегатами и российской кабиной выходит довольно толковый и, очевидно, недорогой большегруз. Ну а пока из соседней страны приходят сцепление, оптика, детали тормозной системы и многое другое.